Библейский портал экзегет.ру представляет 16 глава первого послания Коринфянам, я, Андрей Десницкий, читаю это в рамках библейского проекта «Экзегет». Она такая скучная глава, неинтересная, 15 глав, там о чем только не говорилось, о духовных дарах, о любви, о спасении, о Христе, о людях, а 16-й приветы передает, какие-то практически детали уточняет, казалось бы, она не нужна. Но эти последние главы посланий, где он дает действительно либо наставление по конкретным поводам, либо уточняет свои планы, либо просто приветы передает всем, они показывают, насколько это все живой процесс, что это не абстрактное богословство, не сидит Павел, там пишет где-то, вот как он видит что-то, как он считает нужным, научить людей. А это жизнь, вот у него свои отношения с Коринфской общиной, он в эти отношения втягивает других людей, он хочет, чтобы они тоже в этом участвовали. И он начинает 16 главу с очень конкретной вещи. «Что касается сбора средств для святых, поступайте так же, как я распорядился для церквей Галатии». О чем он говорит? «Сбор средств для святых» – это материальная помощь общинам, видимо, иудеи и Иерусалима, поскольку там они в таком тяжелом положении, и бедствуют, и там, в общем, голодная у них жизнь. То вот богатые сравнительно общины, например, Коринфы, а Коринфы – это очень мощный торговый центр, промышленный, если можно говорить о промышленности в античности, но ремесленный центр и транспортный узел Древней Греции, и поэтому там денег у людей, в принципе, побольше. Соответственно, они собирают деньги для того, чтобы передать их туда своим единоверцам, в Иудею, в Палестину, хотя они их никогда не видели, хотя у них нет никаких родственных связей. Но это вот принцип церкви как единого организма. И очевидно, что Павел, побывав в Галате, уже принял какую-то форму сбора пожертвований. А как? Тогда же не было всех этих карточек, банковских переводов, благотворительных фондов. А вот в первый день недели, это воскресенье с него начиналось, пусть каждый из вас сам откладывает, сколько ему позволяют средства, чтобы не устраивать сбора, когда приду я. То есть, каждое воскресенье они собираются, видимо, на молитву, и каждый, кто сколько хочет, сколько может, вот откладывайте в особое место. А когда я окажусь у вас, то тех, кого вы выберете, отправлюсь с сопроводительными письмами отнести ваше даяние в Иерусалим. Стало быть, все у них добровольно, все собственными силами. Вот сами соберете, приду я, просто выберем кого-то, и вы их отправите. Кого вы захотите, кого вы выберете, и письма им еще дадите от себя. Если же будет уместно отправиться и мне, мы пойдем вместе. Он даже не навязывает себя в качестве такого, знаете, главы этого фонда благотворительного. Вы сами соберете. Причем важно, что он дает принцип регулярности пожертвований. Да, не вот я прихожу, авральный сбор, срочно давайте собирайте, а вот вы сами потихонечку откладывайте, откладывайте, откладывайте. Когда нужно, мы этой суммой распорядимся. Я отправлюсь к вам, когда обойду Македонию. Македония – это не то же, что сегодняшняя республика. Македония – это большая территория, включая Северную Грецию и некоторые другие окрестные регионы. Ведь я собираюсь пройти по Македонии. Отдельно римская провинция носила это имя. Поживу у вас, если получится, или даже перезимую. А потом вы отправите меня в дальнейший мой путь. Не хочу, чтобы мы сейчас повидались мимоходом. Я надеюсь провести у вас некоторое время, если Господь позволит. В Эфесе я останусь до Пятидесятницы. Эфес – город на другом берегу Егейского моря, нынешняя Турция. Носит тоже название. Видимо, он пишет это из Эфеса, иначе непонятно, почему он это так упоминает. «Здесь открыта широкая дверь и есть успех, но и противников много». Вот его принцип. Он в постоянной борьбе. И главное, что открытая дверь, что есть возможности для проповеди, он их использует. «Когда придет к вам Тимофей, ему будет целых два послания. Один из ближайших соратников – молодой человек смешанного греко-еврейского происхождения, который Павлу был, видимо, дорог. Когда придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он у вас оставался без опаски. Он совершает Божий труд, как и я. То есть рекомендует, чтобы ему не надо было там оглядываться, волноваться, кто он, как его примут. Пусть никто не смотрит на него пренебрежительно. С миром отправьте его обратно ко мне». А он, судя по всему, совсем молодой парень. Мы вместе с братьями ждем его. И как он на нем рассказывает? Не просто Тимофей, у него такие заслуги, он такой хороший. А вот мы его ждем, он мне дорог, вы его там встретите как родного. Вот этот принцип церкви как большой семьи. Вот у меня есть тут племянничек родной, любимый, примите его как следует, не обижайте. Что касается брата Аполлоса, который проповедовал в Каринфе, помните, он начинает письмо с того, что говорит, вот есть те, кто за Аполлосом, те, кто за мной. Разделение среди вас. А между нами с Аполлосом разделения никаких нет. «Брат Аполлос, брат он мне. Я долго уговаривал его отправиться к вам вместе с братьями, но он никак не хотел. Он придет, когда представится случай». То есть Павел не то, что не ревнует. Представьте себе, где-то вот там толкуют Библию по Десницкому, а где-то толкуют по другому какому-то толкователю. И вот я думаю, фу, это не тот. Вот я вам скажу, вы его не слушайте. И вот у них с Аполлосом та же история. Они по-разному немножко какие-то вещи, может быть, говорят. Люди говорят, я за Павла, я за Аполлосом. Он говорит, да брат он мне, я хочу, чтобы он к вам пришел, чтобы вы пообщались с ним, встретили его. Ну, ему некогда. Вот я его уговаривал. То есть не то, что нет разделения, а он даже больше переживает за общение Аполлоса с коринфянами, чем за свое собственное, или чем Аполлос за свое. И он специально это подчеркивает, я думаю. То есть никаких разделений нет. Вот там, где есть любовь, о которой в 13 главе мы прекрасно так читали. Будьте бдительны, стойки в вере, мужественны и крепки. И пусть все у вас будет с любовью. Вот принцип, да? Наставление, мужество, крепость, стойкость в эпоху гонений. А она у нас идет, еще долго будет идти. Это очень важное качество. Но самое главное, чтобы все с любовью. Без этого и стойкость превращается в фанатизм, и мужество в жестокость и так далее. Братья, вы ведь знаете дом Стефана. Ну, какой-то местный христианин, который стал первым христианином в Коринфе. А Коринф – это центр провинции Ахайя. Ну, то есть южная часть современной Греции. Вы ведь знаете дом Стефана. Это первое приношение Ахайи. То есть его дом, его семья – это как бы дар Богу, который в качестве такого жертвенного приношения первым, причем Ахайя, провинция Богу принесла. Они посвятили себя служению святым, ну, то есть христианам. Здесь святые – это верные те, кто принадлежит к Божьему народу, а вовсе не те, кто достигли каких-то высот личной духовной жизни, аскетизма и так далее. Призываю вас. И вы подчиняйтесь таким людям и всем, кто трудится вместе с нами и старается. Вот образец для подражания. Я рад приходу Стефана, Фортуната и Ахаика. Очевидно, они его навестили там в Эфесе. Они восполнили для меня ваше отсутствие. Вот, видимо, их община послала, как таких вестников, чтобы они встретились с Павлом, пообщались. То есть это еще и очень тесное личное общение. Они ездят друг к другу в гости. Тогда ведь путешествия были не такими приятными, как сегодня. Сел на самолет и полетел, да, или там на поезд. А ничего этого не было. На корабле надо было плыть по бурному порой морю. Они успокоили и мой дух, и ваш. Цените таких людей. Вот этот его постоянный призыв – цените таких людей. Он постоянно находит теплое слово практически для каждого, кто в его жизни сыграл заметную роль. Он заботится об основании церкви. Он проповедует правую веру. Он без конца говорит о каких-то очень важных вещах. Но он постоянно говорит – цените таких людей. И о каждом что-то свое. Личное, маленькое, но свое. Приветствуют вас все церкви Асии. Асия – это римская провинция, где действительно Эфес. И вот они тоже шлют свой братский привет. Горячо приветствует вас Господи Акилла и Приска вместе с домашней своей церковью. Христианская супружеская пара, да, которые были в Каринфе. Видимо, сейчас они вместе с Павлом. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга с святым поцелуем. Вот обычай «приветствуют друг друга поцелуем» – он тогда уже распространен. Скорее, ближневосточный, чем римский. «Приветствую моей собственной рукой от Павла». Очевидно, Павел диктует, и он упоминает секретаря в самом начале. А здесь он сам делает маленькую приписку собственноручно. Собственной рукой от Павла. «Если кто не любит Господа, да будет анафема». Анафема – слово древнееврейского или арамейского языка, жертва, которая полностью отдается Богу, и которую человек от себя отторгает. Ну и это не ругательство, это значит, что вот я с этим больше дела не имею, мы как общины больше к этому человеку, к этой ситуации никак не причастны. «Маранафа» – это арамейское выражение, оно означает «Господь грядет», то есть вот он приближается, и Павел на своем родном арамейском языке, вот со своим ближневосточным колоритом, не просто «я, Павел, привет», а вот он что-то очень личное вкладывает. «Господь грядет», он говорит по-арамейски, чтобы они услышали прямо его голос с этим густым ближневосточным акцентом. «Благодать Господа Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь». То есть та самая любовь, о которой он так много и подробно говорил, она проявляется и вот в этих маленьких деталях, когда он всех упомянет, обо всех позаботится, всех рекомендует друг другу, передаст всем друг от друга привет. Потому что христианская любовь – это не разговоры о ней только, а это прежде всего действия, например, сбор средств для нуждающихся и общение, которое наполнено этим доверием, принятием, благодарением Богу. И Павел даже в не самой, может быть, простой каримской общине постоянно показывает это на деле. Продолжение следует...